Десятый юбилейный всероссийский чемпионат по скоростному монтажу станции спутниковой связи ВИСАТ-2018. Единственное в своем роде соревнование профессиональных установщиков спутникового оборудования в России. Проходит столь значимое мероприятие при поддержке Федерального агентства связи. За 10 лет значимость продвижения ВИСАТ-технологии имеет очень большое значение как и для Щелковского района, так и для всей России. В некой мере мы можем даже претендовать на звание международного чемпионата, так как участвует одна команда из Украины. Самое главное это обмен, когда люди общаются в коммуникационном каком-то едином таком обществе. Всегда это способствует продвижению и наработке новых идей, новых каких-то навыков. Генеральным партнером мероприятия в этом году выступила «Газпром Космические системы». И в этот раз чемпионат состоялся на территории телекоммуникационного центра компании. Мы хотели пожелать всем участникам хорошей борьбы, удачи. Важность и значимость события как для участников, так и для партнеров и гостей, несомненно, во многом именно такие профессиональные соревнования позволяют в полной мере ощущать ценность труда в сфере космических технологий и телекоммуникаций. Здесь сегодня собрались все действующие лица спутниковой связи. Вся та цепочка, которая доводит сигнал до конечного клиента. Это и спутниковые операторы, это и сервис-провайдеры, это инсталляторы оборудования. Без их сложной работы качественные услуги связи невозможны. И хорошо, что это место оказалось такой площадкой для общения. Почему для нас еще важно это мероприятие? Дело в том, что буквально там, ну, почти через полгода мы собираемся запускать новый спутник. Ямал-601, он сейчас достраивается. В декабре его привезут на Байконур и где-то в феврале мы надеемся его запустить. А на этом спутнике очень большая пропускная способность. И ее всю реализовать мы сами не справимся. Нам здесь очень важно партнерство. И вот мы рады, что опять же собрались люди, которые могли бы нам в этом помочь. И мы надеемся, что так оно и будет. Чемпионат действительно не просто соревнование. Хотя, несомненно, дух куража и азарта здесь витал в воздухе. 11 команд, несмотря на ветреную и порой пасмурную погоду, разгоряченно и сосредоточенно работали над процессом установки и наладки оборудования. Сначала это было совсем такое домашнее мероприятие для нас и наших партнеров, кто занимался ВИСАТом. В первом чемпионате было все лишь пять команд. Он был в Медвежьих озерах, это тоже Щелковский район, буквально здесь называется, несколько километров. А потом это стало мероприятие, которое интересно всем. Оно через некоторое время стало быть интересным и для руководства отрасли, и для компаний, как ГПС, ГАЗКОМ и так далее. В этом году впервые мы переехали на площадку Газпром Космической системы. Здесь, конечно, совершенно фантастический антураж. Очень все красиво. Огромное им спасибо. Первый этап – скоростное изготовление патчкордов. Участникам за максимально короткое время нужно собрать прямую витую пару, обжать коаксиальный кабель и подключиться к модему. Второй этап соревнования – это, собственно, скоростной монтаж ВИСАТ. Это небольшая станция спутниковой связи с антенной, предназначенная главным образом для надежного обмена данными по спутниковым каналам. Участникам предстояло за минимальное время собрать и навести терминал на спутник. 26, 23, 23 КПР. Здесь, на территории компании «Газпром Космической системы» проходит десятый чемпионат по скоростному монтажу спутниковых систем. Сейчас второй этап, во время которого участники должны настроить антенны на сигнал спутника. Должны сделать это быстро и довольно качественно. Профессиональное жюри следит за конкурсом очень строго. Компитентное жюри в первую очередь оценивало качество сборки и время, затраченное на процесс. Внимательно наблюдали за процессом и гости, и болельщики. Особый шарм чемпионату придали и участницы, девушки, не менее активны и умело принимаясь за дело, которая довольно необычно смотрелась в женских руках. Тренировались, скажите? Да, конечно. Обучались? Ну, пару недель, да, обучались. Все приобретается с опытом. Но физическая нагрузка здесь, конечно, есть. Да, конечно, да. Небольшой конкурс подготовила и компания «Газпромкосмические системы». Он хоть и не входил в зачет основной программы, но был не менее азартен и увлекателен. За отведенное время участникам нужно было точно навести земную станцию на спутник «Ямал-402» только по звуковому индикатору уровня сигнала. По итогам соревнований в двух видах в финал вышли четыре команды. Им предстояло за минимальное время собрать и навести станцию спутниковой связи и отправить тестовое сообщение, используя сервис терминала. Все нам понравилось, да. Учли все ошибки. Да, много ошибок? Нет, немного, но учли. В основном, скажем, это не опыт. То, что мы таких тарелок не собирали. Именно конкретный комплект, это как бы не наш пока. Ну, не сталкивались, опыта нет. То есть сегодня новый опыт приобретен? Да, дебют у нас был. Мы с Украины впервые участвуем, нам очень приятно, комфортно. Приедем еще, если пригласят. С заданием на отлично справились два наиболее сильных соперника. Команда «Вектор» и «Телекомсервис». Участники сражались в необычных, по их словам, условиях. Но это только придавало сил и стремление победить. С каждым грозом все спокойнее. Первые разы руки тряслись. Теперь уже более уверенно себя чувствуешь. У нас уже, не припомню, четвертый или пятый чемпионат. Но в том числе третья победа в абсолютном финале. То есть уже не впервые, вы знаете все правила, да? Правила, да, знаем. Организация тоже интересная. Здесь на траве было посложнее, чем на асфальте, да. Неустойчиво, да. Все интереснее с каждым годом получается. Третье место отвоевали девушки из команды «Витая парочка». Но без призов и подарков никто, конечно, не остался. Чемпионат объединил участников, а приобретенный опыт наверняка пригодится в их работе и позволит развиваться и достигать новых высот и частот. Лилия Тимиева, Сергей Василевский, Игорь Поляков, телерадиокомпания «Щелково». Субтитры создавал DimaTorzok